такое вот кино всем привет осталось 5 дней и и это и халява закончится надо будет собянину съездить у меня завтра день рождения может быть он мне какой-нибудь подарочек приготовить виде карточки этой продлит мне и чтоб я мог и дальше кататься не знаю посмотрим она пока пауза так вот всем привет это было там прям было про проездной тут вот знак мужики мужик с лопатой в принципе все верно вот там ну там ни один мужик и без лопаты но много мужиков и они что-то в люк пихают какой-то толстый кабель вот но видео не про это это вот там вот киевский вокзал я приехал и а это украинский бульвар такой вот но видео тоже не про это но я просто так вот сейчас это такое преамбула тут вот памятник олеся украинка не знаю кто такая леся и почему она украинка видимо из украины ее зовут леся украинский бульвар в общем вот такой и он там уже виднеется гостиница украина то есть тут вся такая украинская тема вот и но я иду в сторону арбата мне видео проработать будет вот такой вот мостик а там фонтаны наверное фонтаны уже нифига он какой крутой ну крутой в плане не то что там охрененно крутой а то что высокий ну физически крутой ну то есть но вы поняли короче дворники вместо веников раньше свинниками метлами сейчас с таким вот аппаратом с пылесосом ходят и пылесосе в принципе удобно наверное листья не травмируются и можно так вот ну правда по утру но раньше звук метел было слышно а сейчас вот все такие с такими пылесосами ходят и пылесосе вот ну и потом да к собянину он зайти будет чем скажете мне типу я же как я же кино снимаю мне надо кататься везде а у меня пять дней осталось моего мультипасса ну такой в принципе бульвар неплохой бульвар я так понимаю что это просто когда движение справа и слева посередине вот машины есть справа и слева а посередине ходить этот бульвар называется вот еще какой-то какая-то тетенька собаками ну сейчас такая сейчас это время такое но смысле время такое время такое утреннее что вот как раз люди просыпаются и и начинают выгуливать собак не знаю что за тетенька и может кто и узнает какая-то балерина на знаю на ее за фото фиксировал но в плане сфотографировал ну вот а это уже как бы и кутузовский бульвар ой проспект даже они бульвар вот и арбат это мы по старому ходили гуляли уже а вот по новому не ходили а мне как раз надо по новому пройтись у меня свой там свои дела ну да я типа деловой такой дела у него там а вот сейчас фото еще вот такую гостиницу украину сейчас она не знаю редисом наверно как-то редисом славянская там или еще чего не знаю раньше украина была он дом правительства отсюда вот 90 93 гуляли с моста из танков или в нем с первым я путаю они как бы у меня что-то воде путь 91 а всякое такое в 93 короче это как-то в одно в одно время у меня все как-то это смешалось и я события из 91 путаю с событиями 93 такая женщина поэтому но это как бы не не историческая справка поэтому извините так просто прогулочник а мне еще вот кстати мне нужен вот так красивое здание здание с.ф. взаимопомощи что-то там по варшавскому договору что-то такое вот он кутузовский проспект там вот поклонная гора там вот это все вот такое вот метро строят калининская солнцевская линия зафиксировал вот очень гостиница украина правительство и сэр вот ну я поближе туда подойду и буду так пробовать включениями небольшими ну не буду говорить там паузы или счете просто жмякну и все а потом где-то там на мосту включу новый формат а то ходить говорить по 2 по 3 часа не знаю в общем попробуем вот так сделать да вот с другого ракурса какие-то плоские машины ездят и там написано вот радисон коллекте он хотел москва у а внизу гостиница украина то есть радисон коллекте он какой-то и вот старое название там москва сити вот и вот мост не знаю какой такой широкий но если там новый арбат значит мост наверное новоарбатский вот так я бы его назвал пускай будет новоарбатский ну потому что он на новый арбат же идет тоже логично теслы всяк ну это уже старье теслы всякие эти ваши вот погода хорошая сегодня 27 октября что еще около восьми градусов 8 9 градусов ветра нет дождя нет и поэтому я решила прогуляться там речка москва ну так она называется речка в москве называется москва тоже все логично вот там посольство кажется или что-то такое ну вели в великой великобританская британская и там памятник шерлоку холмсу и доктору ватсону стоит вот отсюда стреляли прям с моста прямой наводкой из танков в принципе удобно вон там шпиль высотка это мид министерство иностранных дел а он высотка это на краснопресненской высотка там еще подальше чуть-чуть ну то есть вот эта высотка вот там еще чуть-чуть высотка еще чуть-чуть высотка там это уже на маяковской туда вот это у калашникова памятника калашникову который автомат изобрел бизнес-центр там метро мост ну потому что там метро ездит поэтому метро мост тоже вроде как бы логично там постоянно вот какие-то штуки пишут типа от имени моста ну аурусы какие-то длинные удлиненные ну сейчас посмотрим что там и мы написано даже на мост на мосту на мост и на мосте вот метро пожалуйста вам москва 2020 признайтесь а есть у всех их сколько же классных мемов было утеряно после случайного обновления ленты ну вот в общем такое вот мемы пишет вот у тетеньки идет конвертик и собянин наверно проездной выдал значит где-то здесь собянин и он выдает проездные значит и на верном пути он там пакман вот такие кадры клай красивые получаются вот но туда уже красная пресня как и вот это конгресс пола там проливали телитель вот и в общем вот здесь вот это здание с.ф. его хотят реконструировать и поэтому мне надо сфотографировать его как он вот сейчас выглядел в начале а то его и сделают непонятно чего как и вот уже рядом вот с ним левее чуть-чуть была гостиница союз кажется а вот сейчас вот уже пришел а ее нету а потому что ее снесли вообще а у меня фотографии есть ну вот хорошо же хорошо ухты лимузин с двумя колесиками сзади что тут только не увидишь вот и поэтому вот такой вот я хожу и раз у меня есть фотик фотографирую блин вы выйти бы ну дорогу опасно поэтому не буду выходить еще вот эта вот хрень вот рекламу придется все убирать а но она моргает и вот как раз когда она моргнет я попробую сфотить потому что на хрена мне вот это вот все и вот новый арбат собственно говоря начинается отсюда от нового арбатского моста вот а вот и у нас сделали вот такие пустили электро электрокораблики все электро короче электросамокаты вон электро кро кораблики круглогодичные вот они там он туда-сюда курсируют название у них вот это пахара это речка в подмосковье так называется пахара это красногорске где-то наверно не знаю не уверен вот еще фотография будет метро кораблики и и и вообще и пакмэн я посмотрим как а как-то называется то судно пока не вижу яуза вы видите а я вижу яуза это тоже река есть в москве ну такая большая яуза да по ней надо кстати пройтись и по набережным я хотела их набережные отреставрировали я узкие вот и надо по ним пройтись я поступлю иногда ну потому что они мои не могу делать несколько вещей одновременно поэтому бывает что я закрываю на этом что-то мне же надо фотографировать еще что-то кино снимать тому кто-то автобусе киа еще он фото в общем а охренеть не встать весь такая такой папараццо так ну все фото ну давай завязываю в б вау вау успел щелкнуть когда черный экран был но опять успел так вот и приходится фотографировать вот один раз успел второй не успел дяденька полицейский или милиция или милиционер или дпс ник или гаишник сейчас уже не пойми они блин меняются каждый год название меняют и поэтому я уже не знаю как их называть вот в общем-то запомните такое вот здание в оригинале как оно и было скоро что-то придумают и сделают с ним ну и вот и собственно арбат и мы по нему пойдем но новые арбат ну смысле не то что пойдем мы уже идем по нему тут как раз дорожка такая для блогеров ну чтобы показывать вот сделанного так ну в смысле не для блогеров но но я типа иду так мне же надо чтобы вам деревья не мешали вот отсюда вот сейчас сходу вот так вот и вот с этой вот штукой тоже сходу все хватит вроде по фото какие деревья интересную елочки у меня такие в деревне не растут то есть получается ствол толстые ветки и из веток вот так вот прям торчат прям как я не знаю интересно вот уже подготовили людей там нету выселили всех это под офисы раньше сдавали но это наверное месяц назад было такое ну я услышал в новостях про такую новость ну да в новостях новости говорят и решил вот на память потому что больше уже потом такого не у не будет если после реконструкции как потом быть также вот как и книжки на арбате от дома книжки мы сейчас до них дойдем их уже от реконструировали и все по-старому они выглядят уже больше не будут вот а для чего эту дорожку сделали интересную ну не то чтобы я ходил наверно по ней а еще получилось без машин офигенски в момент поймать что машин не было и без машин вообще хорошо вот ну собственно чего арбат вот такой арбат шумные машины проскну проспект вот улица ну из проспекта кутузовского в улицу арбат но все равно такая широкая вот такой интересный домик какой-то с балконами старинный и и лифт наружу домики вот фотографирую в общем гуляю и вас беру с собой на прогулку мы же не мешаете мне если помешали тогда бы да так не мешаете на интересный такой стиль с какими-то вот сверху не знаю я не архитектор я не но такой специфический и окна вот такие треугольные ну короче много в комнате полукругом меня даже не знаю как это называется а вот уже и садовое кольцо вот они книжки вот они уже такие серые застекленные какие-то а раньше были другие и вот эти тоже дома их тоже уже переделали и поэтому уже те как выглядят не видно ну вот в общем вот так вот оттуда но и книжки это у меня все вроде есть я вроде все сфотографировал тут можно поиграть в регулировщиков жм и запрос ру в общем ну не буду ладно я так подожду а то что-нибудь нажмякаю потом все взорвется и но его нафиг не разбираюсь в этом вон там метро смоленская там же арбатская ну мы полпути прошли уже принцип дай ее мою давай что там или нажать что-то долгий светофор все идем и вот такой вот вид стандартный а вот глобус крутится раньше аэрофлот кажется был сейчас а какое-то вот много вот всяких вот этих реклам блин вот это новая версия а вот то я вот я кстати не знаю а то вроде как бы похоже что старая еще не не дед не доделали подойдем поближе посмотрим кинотеатр октябрь дом книги а это я не знаю что это едальня какая-то там сидят и едят что-то да тут как-то все обравняли а да и и а и и и и и и и и Уже вот плиткой обложили демона. Там Поварская улица, по ней мы гуляли, кажется, по Поварской. На автобусе сфотаем. Чего бы не сфотать. Стоп, а где Дом Книги? В смысле? Тут же где-то был Дом Книги. Метелица такой известный. Ночной клуб или чего это? Да, это как-то по-старинному еще выглядит. Это хорошо. То есть новый, старый, новый, старый. Их четыре штуки, книжки. Парковки вот, в принципе, неплохие. Чего, и Арбат не стоит, а раньше там пробки были, а сейчас... Ну, отделили чуть-чуть под парковку, и ладно. Какой-то домик. Сфотаем. Сфотаем. А, кстати, интересно, я думал, как это он сюда заехал. А тут специально для такси, для такси сделан вот такой заездик. Ну, чтобы загрузить, выгрузить. Вот он выгрузился и поехал. Вот. Или так вот заехать можно. То есть удобно. Ну, и, в принципе, и все. Ну, вот там вот уже с левой стороны такой, где кран. Вот. Там уже Арбат заканчивается, начинается уже воздвиженка. Ну, улица такая. Вот. А там вот то здание, но мы дойдем на него, наверное. Его полностью снесли и поставили заново. И вот у меня старая фотка здания есть, а нового еще нет. Так что вот я СФ сфотографировал. Вам Арбат показал. И еще погулял. И фотографии сделал. В общем, вот так. Ну, а так тут я не знаю, что тут смотреть. Тут, ну, дома вот эти. Ну, и всякая хрень там. Еда, бары, ночные клубы. Бубаста какая-то. Я в этом не разбираюсь. В этих бубастых вафель. Да, эти дома реновацию сделали. Мы, они так по-современному выглядят. Так, ну, так по-солидному. Ладно, надо передохнуть. А, вот божьи коровки. Как классно сделано. Как божья коровка такая. Вот у нее точки рыжие. И вот они так подметают. В пылесосе. Ну, эти коровки давно уже, в принципе. Ну, и вот, получается, новое здание там вот. Старое здание. Ну, обновленное. Вот еще новое. И вон там старое. То есть оно еще очередями. Вот там уже штукатурка осыпается. Или что там такое вот. Ну, ладно, я это... Сейчас передохну, и... Ну, тут ДРХет. Всякие наушники, микрофоны. В принципе, неплохой магазин, но вроде дорогой. Ну, там можно послушать, посмотреть. Там вот это все. Вот. Ну, в общем, сейчас продолжим. В общем, пойдем. Вот. И я нашел... Нашел дом книги. Вот он, оказывается. То есть я думал... Он куда-то делся, а все нормально. Это просто такой он... Известный магазин. Ну, а тут вот всякие точки любви. Ну, в общем, тут смотреть нечего. На Старом Арбате интереснее. Там голубь, голуби. Там много голубей, тут мало. Там всякие раздают листовки. И вот тоже реставрируют что-то. Качельки. Под крышей. Вот на Маяковке. Там без... Ну, крыши есть, но она какая-то не такая. А тут вообще вот можно кататься. И она еще и вон какая-то вот такая. И... Ну, то есть классно. Классные качельки. Вот этот московский дом книги. И вот... И как? Вот теперь сфотать надо же. Мне не нужно, чтобы вот эта Авито была. Надо... Ой, блин. Сум мне тоже не надо. А мне надо, чтобы без... Без рекламы. Нет. Вот на хрена вот это вот такое вот оно. Большое. Я, конечно, понимаю, там и... Красивое там все. Ну, вот, ну, не знаю. О, а тут даже карусельки есть. Офигеть. Вот это клево. Вот москвички куда-то собрались. С чемоданами. Домой, видимо. Фу. Эй, блин. Ой. Эй. Что-то от них пахнет как-то... Эй. Е-мое. Охренеешь. Блин. Вот он, да. Большой магазин, двухэтажный. И там книжки. У меня там космические книжки раньше ходил, покупал. Ну, фантастические. Мне фантастика космическая нравится. Вот, и... И я на Лубянке. Библиоглобус. Выходил. И вот здесь вот. Вешалка для голубей. Вот такие вот иностранные... Специалисты. То есть есть вешалка для одежды. А это вот... То есть вот где без листьев, вот тут вешалка для голубей. Кубики это детский мир, скорее всего. Но у них это... Ну, это, наверное, какой-то филиал детского мира. Ну, это еще с этой стороны сфото. Ну, давай, переключайся уже. Не знаю, успел, не успел. О, успел. Смотрите. Вот что я имел в виду. То есть вот черный. Вот с рекламой, а вот без рекламы. А вот автобусики, а вот опять реклама. То есть вот у меня без рекламы. Ну, как клево. Вот так мне и надо. И там он красивое какое. Вот так вот я и вот приходится извращаться, чтобы сделать фотографию. Ну, фига? Вот мне вот это вот тоже. Вот какие-то кубики. А вот старый арбат вот там. Прям он чуть-чуть и все. Ну, там и шуму меньше, и людей больше. Вот эта церковь, она не меняется, только цвет. То вот сейчас какой-то такой бледноватый, то белый, то еще как-то они мажут его. Ну, это она со времен давно стоит. Вот. И вот это вот здание. Вот его полностью снесли. Оно похоже. То есть по высоте, по ширине оно как бы одинаково выглядит, как я его помню. Вот. А так оно по-современному выглядит. И вот надо сфоткать, чтобы вот этот 21 годовых вот этих не влезло. То есть везде реклама, и приходится как-то вот все выкрутасы делать. ну вот эти вот вот эти рельсы, они уложили по-новому и плиткой обложили. а так, в принципе, такое же. О! И без машин получилось. Ну, одно такси я уберу фотошопом. Вот такое вот оно обновление сделали. Ну и все. Дом один, строение там два. Вот оно, Новый Арбат и заканчивается. Там уже что-то снесли. Там уже Никитский бульвар, Никитская что-то строит. Сносят старые, строят новые. Вот Моссельпром известное такое здание. Надо пока его видно отсюда сфотить. А вот ресторан Прага. Вот такой вот он. С такими виноградиками, гроздьями. Вот. И в общем вот такой весь Арбат. Да, вот это вот тоже. Вот сейчас уже момент вот такой построит дом и все. И отсюда с этого ракурса уже будет не видно. ничего. Я не знаю какой он там высокий будет, невысокий. Но сфотить надо то, что собственно я и сделал. автобусики фото вот. Ну то есть я не специально там не маньячу. О, там автобусы. Просто вот есть возможность я его сфотал. Не было и не было и не сфотал бы. вот. Ну там вот как я говорил уже воздвиженка и там уже Красная площадь, вот это там дом Пашкова и все такое. А, нет, там библиотека имени Ленина. Вот. Художственный театр и чего там метро Арбатская, метро и вход вот вход на Арбат на Старый и вот гости этот ресторан Прага. Ну собственно и все. Поэтому вот так вот видос уже месяц два не снимал. Но погода хорошая решил снять. Так что я про вас не забываю снимаю. Стараюсь снимать просто реже и пока туда-сюда отреливали. Вот все. Всем пока всем до скорого до новых а ну да с ютюбом были проблемы пока настраивал там его перестраивал там всякие туда-сюда и в общем ну разберемся не бросаю ничего снимаю дальше и ходим гуляем даже и мы будем кататься еще ну если Собянин даст нам фразной мультипасс вот посмотрим до следующих видео пока ежик в тумане ну кстати да мне нравится ежик в тумане все хорошо Продолжение следует...